Уважаемые янаульцы, сегодня наш общий праздник, 90-летний юбилей нашего района. Его история богата событиями. В летопись края с золотыми буквами вписаны трудовые подвиги первых колхозников, железнодорожников, нефтяников, учителей и врачей, инженеров или тех, кто поднимал район, проводил в деревне электричество и радио. Мы всегда будем помнить и чтить воинов, отдавших жизнь и здоровье на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто пожертвовал собой ради того, чтобы их потомки могли мирно жить и трудиться. Янаульский район – родина выдающихся земляков. Колыбель трех героев Советского Союза, шести героев социалистического труда, нескольких сотен кавалеров государственных наград, которые прославили родную землю. Их имена стали достоянием не только Янаула, но и России. Район вместе со всей страной прошел непростой исторический путь. Его биография созвучна с летописью страны. Это и страницы советской эпохи, когда экономика была на подъеме. И уроки лихих девяностых, показавших, что разрушать легче, чем созидать. И сегодняшний настрой, когда патриотизм и вера в лучшее нам помогает писать уже новые страницы биографии района. Каждый исторический поворот, который выпадал на долю янаульцев, становился своеобразным испытанием на прочность. И всякий раз район не только с честью выходил из этих испытаний, но и совершал очередной рывок в своем развитии. Менялась территория района, его экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Сегодняшний день муниципального района богат новыми событиями и делами. Идет динамичное освоение месторождений полезных ископаемых. Растет добыча нефти и газа. Несмотря на все трудности, сложившиеся в экономике страны, многие трудовые коллективы в промышленности, социальной сфере и сфере обслуживания, агропромышленном комплексе прилагают огромные усилия для устойчивого развития экономики района, сохранению его инфраструктуры. К слову, в последние три года, по своим показателям, наш район уверенно входит в первую десятку республики по валовому надою молока. В районе продолжаются работы по благоустройству населенных пунктов, строительство запланированных объектов социально-культурного назначения. Активно ведется индивидуальное жилищное строительство, модернизация инженерных сетей, застройка новых жилых микрорайонов. В облике нашего района с каждым годом появляются добрые перемены, проведены ремонтные работы в детских садах, школах. В настоящее время застраивается новый микрорайон и завершается строительство детского сада. Это яркое подтверждение тому, что село будет жить и развиваться. У нас есть все основания гордиться достижениями земляков. Учащиеся школы района становятся призерами республиканских и федеральных конкурсов, а творческие коллективы достойно представляют район на фестивалях самого высокого уровня. Наши спортсмены успешно выступают не только на районных, но и на региональных и всероссийских соревнованиях. Неоднократно отмечен высокими наградами плодотворный труд работников агропромышленного комплекса, социальной сферы, нефтегазовой отрасли, всех, кто своим трудом и личным примером активно влияет на развитие территории. Настоящее и будущее района в наших руках. Оно зависит от нашего труда, инициативы, гражданской ответственности, желания изменить жизнь к лучшему. Мы любим родной край, гордимся его историей. Судьба района волнует каждого из его жителей. С именем Янаула мы связываем свою жизнь. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. И в этом прекрасном уголке земли на долгие века неразрывными узами переплелись судьбы живущих в большой единой семье башкир, татар, русских, Мари, Удмуртов и представителей других национальностей. Друзья, искренне желаю родному району дальнейшего процветания и новых побед. А всем его жителям благополучия, успехов во всех делах и начинаниях. Я от всей души поздравляю Яна Ульцев с этой знаменательной датой. Юбилей – это всегда возможность подвести итоги, посмотреть, оглянуться назад, посмотреть, как жил район, каким результатом он подошел на сегодняшний день. Но и, конечно, время, когда люди могут немножко помечтать о том, как они хотят увидеть свой район, каким они хотят увидеть свой район через, допустим, 5-10 лет, сформировать этот образ будущего. Мы сегодня очень много говорим о проблемах, мы фокусируемся на проблемах, но нередко забываем говорить о том и формировать, и формулировать то, как мы хотим. Мы видим, что нам не нравится, но мы должны и определить для самих себя, а как мы видим развитие нашего района, какие мы хотим дворы видеть, какие мы хотим видеть площадки, что должно преподаваться в школе, как должны воспитывать наших детей, чтобы мы получили лучшее будущее. Поэтому сегодня я, обращаясь к кино улицам, хотела бы, во-первых, поздравить, а во-вторых, призвать объединять усилия и вместе формировать видение будущего. И готовить дорожные карты, вовлекаться в жизнь района, не ждать, что только администрация должна все делать и на своих плечах вывозить весь район. И всегда приятно, когда мы коллективно что-то делаем, когда человек вкладывает свою душу, свое сердце в то место, где он живет, в благоустройство этого места. Всегда потом самому приятно и радостно рассказать что-то потомкам о том, что было сделано для этого района. Поэтому всем в отдельности, конечно, хочется пожелать счастья, личного счастья. Как член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, хотелось бы пожелать крепких семей, здоровых детишек, чтобы ваше население Янаульского района только множилось. Было счастливым, активным и уверенным в своем будущем. Наш замечательный Янаульский район находится на самом севере республики Башхатстан. 90 лет району, и вот я смотрю, считаю, 100-летие республики отметили. В завоевании автономии нашей республики участвовал и наш отношечанин вместе с большим коллективом активистов. И вот буквально через 11 лет образован наш административный Янаульский район. Это очень прекрасно, что Янаульский район является отдельным районом. И всего добились за эти годы. Ну, практически мы уже люди пожилые. И очень большая часть этого времени прошла перед нашими глазами. Мы помним, как даже в Янауле тонули вездеходы, тонули ДТшки трактора. И какой прекрасный стал Янаул. И многие деревни очень благоустроились. И вот люди, приезжающие, например, по дороге с тех краев, я не скажу, какие области, республики, вот они удивляются даже, заезжая в Новый Артаул наш, они видят, какие благоустроены дома. Улица Асфальт, проведен газ, проведена вода. И люди, скажем, добрее, и вся социальная структура тоже там построена, обеспечена. Вот это вот результат деятельности наших Янаульских людей. По трактору, конечно, это республики. То, что касается предстоящего юбилея, и мы считаем, что нашим районом руководили очень хорошие люди. Вот я помню, первый секретарь тогда еще был, Мухаммедшин, он 16 лет руководил. Вот там Фан Шамсу очень долгие годы командовал. Назиль Загитович очень долгие годы, почти 20 лет руководил районом. И еще так замуж уже более 10 лет. И вот у каждого свои этапы, как бы, свои трудности, свои успехи, удачи. Но все делали очень много дел во благо наших Янаульских людей. Вот посмотрите, улицы красивые. Конечно, не все сразу не сделаешь. С временами, годами еще лучше будет. И вот то, что в последние годы сделано именно по созданию благоприятного общественного пространства в Яноболе, конкурс выиграли. И надеемся, эта работа началась, и надеемся, что будет еще лучше. Вот я хочу от своего имени, у меня другая стаж почти 50 лет, поздравить всех наших Янаульцев с таким прекрасным юбилеем района и благодарить их всех, кто старался, кто трудился, именно во благо нашего Янаульского района. Родилась я в поселке Янаул тогда еще, училась в железнодорожной школе номер 79, окончила ее в 82-м году. И судьба немножко меня отвела от железной дороги, но потом я все равно вернулась. И как потом узнала очень много выпускников нашего класса и нашего потока, теперь работают на железной дороге. Мы все общаемся, не теряем связи друг с другом. И я думаю, что это хорошая традиция. И среди железнодорожников вообще очень много людей, которые преданы своей профессии, преданы своим корням. Очень много династий железнодорожников. И в основном, конечно, они вышли из нашей 79-й школы. Это радует. И радует то, что на базе нашей станции юных техников сейчас будет класс железнодорожный, где будут изучать правила эксплуатации железных дорог, где будут готовить школьников к поступлению в железнодорожные вузы. Железная дорога все-таки, она надолго, она, я так думаю, вечная. Никуда она не денется. Мы все будем зависеть здесь от этой железной дороги, потому что это инвестиции, это инвесторы, это новые рабочие места с развитием железной дороги. Ну, это радует. Янаул к своему юбилею все-таки приобрел вид такого более столичного города. Чистый, очень чистый. Многое уделяется инфраструктуре. И дворики, башкирские дворики. Вот сейчас мы проезжали мимо станционной 10. Там такой прекрасный дворик сейчас. Вместо разрушенных дорог этот же фонтан, эти же дорожки, беговые и велодорожки на улице Некрасова. Это все делается для наших жителей. Поэтому я думаю, что руководство нашего района уделяет очень много внимания развитию нашего города. И не даром наш город называется Северными воротами. И люди, приезжающие в нашу республику, они все равно видят успехи, которые достигаются здесь, на Венеумском районе. Я родилась в середине 50-х прошлого столетия. Я родилась в маленьком рабочем поселке Янаул, где про высотные дома можно было не говорить, потому что там было в Янауле всего лишь несколько двухэтажных деревянных домов. Но это была большая станция. И эта станция встречала приезжающих и проезжающих Янаул тусклыми огнями маленького вокзала. Янаул, в котором я родилась, был очень маленьким. Мы росли и играли на улицах, в которых мы про асфальт вообще не имели представления. Мы играли на улицах, в которых было больше луж. Но было несколько гравированных улиц. Мы их называли Сашейками. Сашейками именно. Это были улицы Ломоносова, улица Худайбердина и улица Сен-Катаяма. Это бывшая улица, настоящая улица Победы. Училась я во второй школе. Школы были расположены в маленьких, разбросанных деревянных домишках, можно сказать. Моя школа находилась там, где сейчас 52-й квартал. Мы приходили в школу, и в школе пахло дымом, потому что отопление было печное, а иногда и угаром. Мы бегали в библиотеку, которая находилась в сталинском клубе, на верхнем левом этаже, на втором этаже, значит, в верхнем углу, левом углу. Это была библиотека взрослых и детей. На этом месте сейчас находится наш роскошный фонтан. Бегали мы на стадион, который находился в настоящем времени. Это 47-й квартал. И большой достопримечательностью этого стадиона была зеленая лурайка летом, несколько скамеек, а зимой это был каток. Вот и все достопримечательности. А еще был, знаете, памятник Ленину в парке, маленький такой, в алюминиевую краску покрашенный. Это было вчера нашего Янаула. Сегодня нашего Янаула. Во-первых, это визитная карточка, монумент боевой и трудовой славы Янаула. Это огромный вокзал, который яркими огнями встречает проезжающих и проезжающих. Это огромный многофункциональный спортивный комплекс, в котором к нашему удовлетворению и утром, и днем, и вечером полно народу. У нас есть роскошный дом культуры, дворец молодежи, который выполняет все функции культурных мероприятий и занимается с населением, и куда народ с большим удовольствием ходит. У нас есть огромная библиотека, которая как храм знаний и науки стоит у нас в центре города. У нас улицы асфальтированные. Проезжая я всегда восхищаюсь. Эти улицы летом, вот сейчас прямо я ехала и говорила, буквально утопают в цветах. Это наш Янаул сегодняшний. У нас есть бассейн, но самое большое богатство, по-моему, это школы. Школы у нас сейчас настолько ухожены, настолько оснащены, и они могут поспорить с любой какой-то большой городской школой других регионов. И причем, надо отметить, наши школы полностью выполняют свою функцию как образовательное учреждение, потому что, вы знаете, наши ученики поступают в такие учебные заведения, что это просто поражаешься. Значит, они получают отличные знания здесь. Янаул – это моя любовь. Я никогда, никогда в жизни не мечтала, не думала, что я откуда-то уеду из Янаулы. Я знала, что только в Янаул я буду жить. Единственное, когда я уехала из Янаулы, это когда училась в институте. Я люблю, я люблю этот город. Люблю и уважаю этих людей, этого города. И вот своей малой родине, людям своего города, я желаю счастья, мира, добра. Пусть все будет хорошо. И многое лето и людям, и городу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! В 2020 году Янаульский район отмечает свое 90-летие. Почти 12 лет его возглавляет Ильшат Вазегатов. Он занял пост руководителя района в непростое время. На излете первого десятилетия 2000-х перед обществом стояли новые требования. Ильшат Вазегатов стал одним из самых молодых руководителей муниципалитета в республике на тот момент. Ему удалось сохранить все наработанное и вывести социально-экономическое развитие района на достойный уровень. Именно в годы его руководства внедрялись новейшие методы и технологии, зачастую даже раньше, чем в республике. По многим направлениям Янаульский район уверенно держит лидерство, являясь примером для других территорий. Базовые запросы янаульцев на свое жилье, на качественные услуги ЖКХ, благоустроенные и безопасные дороги, но условия для развития детей были положены Ильшатом Акзамовичем в основу стратегии работы созданной им команды. А для реализации планов нужны были деньги, большие деньги. И все получилось. К настоящему времени консолидированный бюджет района превысил миллиард рублей. Для решения жилищного вопроса были сформированы новые микрорайоны индивидуальной застройки на более чем 3000 домовладений. В Янауле это микрорайоны Южный, Истяк, Аэропорт, Колос. Новые кварталы и улицы в селах Шуде, Карманово, Сусады и Балак, Прогресс. За 11 последних лет в новые дома въехали 2613 семей янаульского района. Получается, каждый четвертый янаулиц живет в своем новом доме. Живительным потоком к местам усадебной застройки потянулись нити воды и газоснабжения, электросетей. Уровень газификации янаульского района сегодня составляет 73%. На селе газифицированы 65 из 103 населенных пунктов. 11 лет назад этот показатель был на уровне в 45%. Социально напряженный район кирпичного завода в северной части города требовал особого внимания. Реновация этих территорий, начавшаяся в 2013 году со сносом 12 аварийных домов и строительством 8 трехэтажек, новой инженерной дорожной инфраструктуры и детского сада на 160 мест, решила не только жилищный вопрос, но и дала важные косвенные эффекты, в первую очередь по предупреждению очагов преступности в городе. Аварийный некогда ведомственный жилфонд города получилось ликвидировать, благодаря активному участию в федеральной программе по расселению граждан из аварийного жилья с первых дней ее реализации в регионе. За 11 лет снесено и расселено 103 таких дома. Это более 21 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В 2015 году Янаул был признан лучшим городом в России по реализации этой программы. Освоено более 750 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Взамен в небо взметнулись башенные краны на стройках 24 новых многоэтажных домов общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. Новоселье в них справили в том числе более полутора тысяч переселенцев из аварийных домов, 69 детей-сирот, а также участники иных социальных программ из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кстати, численность таких нуждающихся снизилась за эти годы на треть. Другие меры поддержки получили 776 семей на общую сумму бюджетных средств более 600 миллионов рублей, в том числе 227 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов. Всего с 2009 года в районе введено в эксплуатацию 305 тысяч квадратных метров жилья. Маркер жилищной обеспеченности янаульцев – достижение показателя на уровне более 29 квадратных метров на одного жителя на начало этого года. Создание условий для качественного образования и досуга детей – следующий контрольный вектор главы администрации района. За последние несколько лет в районе капитально отремонтированы 4 городские и навартаульские школы. Новые современные школы появились в селе Сусады и Балак на 120 мест и Кисакаини на 60. В рамках проекта «100 объектов к столетию республики» заново отстроена янаульская коррекционная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья стоимостью 330 миллионов рублей. Для решения проблем обеспеченности местами в детских садах введены в строй два детских сада в Янауле и в селе Истяк. Общим количеством 355 мест, что позволило устранить очередность детей в возрасте до 3 лет. Еще один сельский детский сад на 60 мест в селе Шудек будет сдан в эксплуатацию в текущем году. Здание возвели в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Центром притяжения всех янаульских спортсменов и любителей здорового образа жизни стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность». Долгожданный ФОК был введен в эксплуатацию в 2013 году. Сегодня он ежегодно принимает более 300 мероприятий регионального и местного уровней, собирая в копилку района чемпионские медали и кубки. Особое внимание красоте и порядку в Янауле уделялось задолго до появления адресных программ по благоустройству территорий. И как результат Янау много лет подряд удостаивается звания самого благоустроенного. С 2010 по 2015 годы велась работа по ремонту внутриквартальных и городских дорог в рамках республиканской целевой программы развития автомобильных дорог Республики Башкортостан. В 2012 году в рамках территориального заказа выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов шести домов по улице Советской. В 2013-2014 годах отремонтированы дворовые территории и внутриквартальные проезды на площади 34,5 тысячи квадратных метров на общую сумму 22 миллиона рублей. Это шесть дворов по улице Некрасова, шесть дворов по улице Азина, пять дворов по улице Ленина, четыре двора по улице Победы, четыре двора по улице Советской. А начиная с 2017 года в рамках проектов по формированию комфортной и современной городской среды программы «Башкирские дворики» новый облик стали приобретать старые дворы и общественные территории. Общий объем привлеченных средств составил 102 миллиона рублей. Новый асфальт от подъезда до расширенной парковки и выезда со двора новые скамейки и цветники встречают и провожают сегодня жителей 34 многоквартирных домов города. Для комфорта проживающих создано 597 парковочных мест. Благодаря участию в башкирских двориках, помимо асфальта и тротуаров в пяти дворах, у 13 домов появились современные детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием с зонами отдыха. В 2020 году будут благоустроены еще три дворовые территории. Излюбленное место отдыха янаульцев – городской парк культуры и отдыха – тоже заметно преобразился. Здесь проведены масштабные работы по асфальтированию тротуаров. В дополнение к аттракционам на радость местной детворе появился большой детский игровой комплекс «Фрегат» стоимостью без малого 3 миллиона рублей. А новый световой фонтан стал настоящим украшением парка. На стадии завершения благоустройства прибрежной территории по улице Некрасова, с лыжевелороллерной дорожкой, установкой детских спортивных и игровых площадок. В 2019 году янаул с проектом «Система общественных пространств. Северные ворота Башкортостана» победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Сумма федерального гранта составила 70 миллионов рублей. Благодаря ему преобразятся несколько площадей и улиц города, улучшится инвестиционный и демографический климат, и будет решена одна из ключевых проблем городской среды – комфортный транзит между северной и южными частями города. Соучаствующим проектом к нему станет строительство в 2020-2021 годах нового 100-метрового пешеходного моста на станции Янаул стоимостью 146 миллионов рублей, переговоры о котором настойчиво велись между районом и Горьковской железной дорогой на протяжении нескольких лет. Город Янаул, исторически основанный как поселение железнодорожников и нефтяников, не теряет и сегодня связи с этими монополиями. Многолетнее сотрудничество с АНК «Башнефть» позволило привлечь большие средства благотворительных фондов в район. Это более полутора миллиардов рублей для ремонта социальных объектов. Благодаря этим средствам капитально отремонтирована врачебная амбулатория в деревне Новый Артаул, здание Янаульского лицея с установкой многофункциональной спортивной коробки, газифицированы сельские дома культуры в селах Ямады и Шудек, школа в селе Максимова. В городе функционирует обновленный бассейн «Дулкин», а дворец молодежи с кинотеатром и обновленной территорией стал визитной карточкой города. За последние несколько лет значительно преобразились сельские населенные пункты. Если вчера сельчане хотели обустроить сельский родник, то сегодня требуют централизованный водопровод, газ в дом, детские площадки. И это отрадно. Село должно жить и строиться современно, требует Ильшат Акзамович. В ходе реализации проектов «Реальные дела» и программы поддержки местных инициатив с 2015 по 2019 год в селах появились 33 детские площадки, 4 новых остановочных пункта общественного транспорта, выполненный ремонт дорог, коммунальных сетей, благоустройство родников и кладбищ. Суммы вливаний внушительные – более 32 миллионов рублей. В тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан комплексно решается вопрос застройки новых кварталов в перспективных населенных пунктах для работников агропромышленного комплекса. Завершается такой проект в селе Шудек, в микрорайоне Италмаз, общей стоимостью 122 миллиона рублей, где сразу подведены сети вода, газоснабжения, строится современный спортивный парк, детский сад, проводится интернет. Здесь проживают преимущественно работники крупной молочной товарной фермы «Общество с ограниченной ответственностью Победа». С 2011 года в районе успешно работает Янаульский молочный завод с проектной мощностью 20 тонн переработки молока в смену. Продукция под брендом «Янаульское молоко» пользуется спросом по всей республике. Еще один стартап, поддержанный руководством района производства гомогенизированной молочной продукции «Сандугач» в обществе с ограниченной ответственностью «Агро-М». Поэтапное изменение инвестиционного климата в агропромышленном комплексе укрепляет позиции села. Стабильно вводится жилье в таких перспективных поселениях, как Кармановское, Сандугачевское, Новоартаульское, Иткинеевское, Первомайское, Байгузинское и Стягское. По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» жилищные сертификаты получили 46 сельских семей. Два года назад на карте района появилось новое хозяйство ИТС «Агро». Привлечение в наш район инвесторов – это в первую очередь заслуга Ильшата Акзамовича. За счет активного вливания средств в экономику района за 11 лет его бюджет увеличился в три раза. На особом контроле главы администрации района – качественные дороги, главная предпосылка для развития населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог в Иноульском районе составляет 1157 километров. За 11 лет сделано немало. В рамках целевых и республиканских программ ремонтировались мосты и подъезды к населенным пунктам, дворовые территории, дороги регионального и межмуниципального значений. На ремонт и содержание крупных объектов дорожной инфраструктуры из бюджета всех уровней выделено более 600 миллионов рублей. В 2019 году по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова Иноульскому району было выделено дополнительное финансирование в размере 79,5 миллионов рублей. На эти деньги проведены масштабные работы на центральной площади города и улицах в северной и южной частях Иноула. Общая протяженность обновленных дорог составила 1920 метров. По итогам работы администрации в 2018 году среди 12 муниципальных образований Республики с районным центром в городском поселении Иноульский район занял второе место и получил грант в размере порядка 10 миллионов рублей. Это весомое признание работы команды администрации Иноульского района. 21 августа в Иноуле ожидается пасмурная погода, ветер северо-западной 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 12, днем плюс 14, плюс 18. По данным ЧЭС, в республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 14, плюс 16. У природы нет плохой погоды, утепляемся с находкой. Носки мужские 24,99, галоши 89,99, кеды детские резиновые 399,99, сапоги резиновые мужские 229,99. Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. 21 августа с 10 до 12 часов состоится горячая телефонная линия с участием представителей Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Номера горячей линии 229-74-58, 229-74-76. Код города Уфы – 347. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Решай их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потери японцев составили 60 тысяч человек, что в три раза больше наших. Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР и раскрыла полководческий талант Жукова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова